Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня долгожданная Валентина, которой здесь не было год. Да. Раз в год мы чего-нибудь доснимаем. Да. Тема сегодняшнего видео это косметичка минималиста. У меня уже было видео на подобную тему, где я рассказывал о минимальном уходе. Сегодня я просто покажу, какие средства мы взяли бы уходовые с собой, как непитаемого острова. Нет, я на самом деле брала те средства, которые я использую чаще всего, даже если мне очень лень. То есть тот минимум, без которого я буду выглядеть хуже, чем сейчас. Мне выделили пластиковый контейнер, в который я смогла сложить вот то, что, собственно, у меня есть. Да, мы будем копаться друг у друга в косметичках. Вот моя косметичка. Это обмен? Да. Это про что? В общем, мы будем копаться друг у друга в косметичках и задавать неудобные вопросы. Ладно. Ладно, давай обмен. Обмен, хорошо. Так, кто начнёт? Ну, начинай ты. Мне попадается что-то большое, знаете ли. Да, это крем для пена, да? Да. Пена для бритья. И это очень классный выбор, мне кажется, что... Мне написали в комментариях, что пахнет мокрыми газетами. Я могу? Да, только она везде будет. Свочи пены для бритья, это что-то новое. Смотри до конца. Она такая приятная. Она стоит 200 рублей. Всего? Ну, это очень классная пена. Прям очень классная. Объясни, почему ты её взял. Во-первых, я пользуюсь только пеной. Другие все средства мне как-то не зашли. Я, наверное... Гель? Очень консервативно в этом плане. Гель в бритья? Не-не-не-не-не-не-не-не. Только пена. Я считаю, что это крутая вещь. Она просто работает. Соги-батт. 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 Ладно. Так, первая у нас была пена. Ну, давай теперь ты возьмёшь моё. Теперь давай что-то твоё. О, у тебя всё такое большое. Давай начнём с того, что... О, это патчи. Это 100% какие-то патчи. Да, вчера они мне закончились, поэтому мне пришлось купить новые, дабы показать их сегодня. Хотя, судя по-моему, в сегодняшнем состоянии мне не нужнее всего. Я поделюсь. Патч по всё лицо надо. Прикольно. Да, открой. Они ещё с крышечкой. Палочку я убрала. Я палочкой не пользуюсь. В принципе, они ничем не отличаются по упаковке от... Они розовые. О, такие розовые. И с блестками. А так, плюс-минус, по мне, все патчи одинаковые. Страна запаха почти нет, кстати. У меня обычно такие ядрёные, все парфюмированные. Да. Как они работают? Нормально? Да, вполне. Ну, опять же, я особо не вижу каких-то различий между патчами, кроме вот литуалевские. Вот они меня впечатляют, которые такие на холодненькой подложке. Они на тканевой, по-моему. Да-да-да, и там низ вот этот гель, он как будто вот с ментолом чуть-чуть. И вот он прям отлично, минут 10 прям ух, да. Ну, они мне тоже нравились, потому что они прям хорошо берут круги, если делать это лёжа. Но гидрогелевые патчи они зато увлажняют классно. Тени увлажняют почти, сухие такие. Не знаю, у меня вот гидрогелевые патчи, я тоже бы не сказала, что они сильно увлажняют, но как-то так. Скорее это делаешь, потому что чувствуешь, что надо делать, а не потому что... Ну, в нашем возрасте пора. Да, как бы уже. Это делать в три раза в день. О, это... Бальзам для губ с неизвестным названием. Леггенхаймен, да. Вот то, что он сказал. Тут написан Стальгольм. Он очень классно пахнет. Да, пахнет приятно по-медицински. Его посвольчиво, он прям такой густой-густой. Но, правда, он достаточно быстро съедается. Мне очень... Да, он очень такой, как будто масло. И я думаю, что на губах он так хорошенечко растапливается. И за счёт этого, наверное, он экономичный достаточно. Да, достаточно экономичный. И он вообще, кстати, как универсальный бальзам можно какой-то использовать. Логоточки. И это тоже в том числе. Он немного липкий, но я ему ещё... Ну, как бы это. Когда от пластыря остаётся клей, я этот клей вот этим бальзамом промазываю, он очень легко скатывает. Мне очень нравится, что здесь упаковка интересная. То есть она не как обычный бальзам, да, который как шайбочка выдвигающаяся, а в тубе железной алюминия, да? Вот, очень интересная бальзамочка. О, это... Господи, как же по-русски? Лосьон для тела. Лосьон для тела, потому что я его видел по-французски и всё, и попёрла. Он меня вообще не хочет ни в каком виде. У тебя косметичка плашала. Упс, так думаешь, не моя косметичка, а твой лосьон? Ну, она твоя косметичка. Ну, пахнет вкусно очень. Да, они очень приятные, на самом деле. Люблю похуже такие. О, как он нежный. И он... Слушай, ну по текстуре от других и фраши не отличается вообще ничем. Да, но опять же, они очень удобные в плане того, что на летний сезон они одновременно и увлажняют... Я его поел. Чего-то тебе не везу хотела. Надо было спать. А вот эти лосьоны для тела, они и увлажняют, но при этом ты не ходишь, ну как бы... Они впитываются очень быстро. Можно одеваться минут через пять уже. Да, вполне. Это классное средство. И ещё вот, допустим, я положила сейчас только лосьон для тела, хотя на зиму я обычно беру такое прям масло ядрёное, которое баттер. Знаете, вот как сметана деревенская такая, когда ты её берёшь, она прям как масло, и ты так... Вот, или у ифра... Ну ладно. Или у ифраше есть ещё тоже в таких же тубах, но масло. И оно очень здорово впитывается, и когда его чуть-чуть наносишь, прям отлично. На лето самое оно. Прикольно. Дальше. О, лосьон для тела, отлично. Да. Я тоже взяла лосьон для тела с канаполем. Я тебе скажу больше, он пахнет косяком. И этот запах ужасен. Я очень не люблю этот запах. Но это прям запах такой сладковатый, дымный запах. Что? Это пятка. Это что такое? Так, скажи мне, пожалуйста, почему ты взял лосьон для тела с таким специфическим запахом? Нет, на самом деле... Обычно берут что-то такое, да, приятное, фруктовое, расслабляющее. Ну а тут оно достаточно едкое, достаточно такое прям... Ну прям, это реально запах косяка. Ты сублимируешь? Нет, я не сублимирую, просто... Почему я его взял? Дело вообще, когда я его покупал, там были отзывы, типа, странный, но приятный запах. Запах мне вообще не понравился, эффект увлажнения классный. Просто другие у меня сейчас кончились, а этот надо как-то использовать. И вот, как бы, я решил его положить. Я не положила крем для рук, потому что лосьон для тела может вполне его заменить. Конечно. Ну, на всякий случай. Хотя, вообще, да... Блин, этот запах. Ой, блин, не делай так. Так, я достал средство для волос. Каконат какой-то, каконат хэр. Да. И, судя по всему, он у тебя популярен. Да. И чё, как оно? О чём делает? Псикает. Всё больше ничего не делает. Ну, он как бы ухаживает. Это альтернатива маслу для волос, потому что головы я мою часто, и уход нужен. То есть, либо это может быть масочка для волос, либо бальзам. И до того, как начать укладывать волосы, в нашем случае с нашей влажностью, это такой себе тоже вариант. Да, в нашей влажности это просто что-то. Очень удобно вот чередовать спрей для волос и масло. Кстати, я бы советовала тебе взять масло, потому что я взяла как альтернативу одно другому. То есть, это не... В общем, на необитаемый остров ты решаешь взять с собой... Я возьму либо то, либо вот это. Средство для волос. У меня есть маслечко для... Хруктиз. Хруктиз, да. Подожди, если я его пшикну, то всё будет жирное, да? Ты им не пшикнешь, его нужно налить на ручку, растереть и по волосикам проводить, пожалуйста. Я тебе буду жирный. Нет, вот так. Ты неправильно делаешь. Неважно. Ну, блин, это прям совсем масло. Да, это масло для волос. И оно на кончики... Ну, они жирные потом будут. Нет, а ты наносишь на кончики. У меня кончики рядом с корнями. Извините. Извините. Что имеем? Ну, это прям совсем жир. Да, оно прям жир, но оно очень хорошо. Волосы после него блестят. И оно не огрязнится. То есть, если его наносить умеренно, то прям отлично. Господи, тут кокосовое масло прям. Хорошо, что ты его на лицо не набрызгал. Нет, на лицо нет. А собирался. Так, давай, моя очень. Да. У меня, кстати, средств для волос там никаких нет. Ещё нужно будет ставить маску для волос, потому что у меня очень густые, но при этом кудрявые, жёсткие волосы, поэтому без маски мне не прожить. Никудой. Вот. И я её не брала с собой, потому что она вот такая литровая. Я попрошу ставить... Ну, а зачем размениваться на мелочи? Да. Ну, как бы брать маску, так брать. Что ты попросишь ставить? Я попрошу ставить картинку, какой маской я пользуюсь в данный момент. Она вот той же самой фирмы, что и... Это, я так понимаю, увлажняющий крем. Да, это увлажняющий крем. Крем для лица. Он лёгкий, но при этом, когда ты... Посмотрите, когда ты его пробуешь... Это зелёный чай. Он вообще без запаха. Он очень лёгкий. А его можно только на лицо или даже на тело? Его куда хочешь можно. Его достаточно большой объём, он супер дешёвый, он стоит что-то 350 рублей, вот это вот. На Look Fantastic его покупал. Лучше эти блогерские сайты. И, в общем, там... Нет, штука отличная мне очень нравится. Когда ты его наносишь, просто такое ощущение, что кожа попила водички. И он слегка оставляет небольшой блеск, но даже для жирной кожи он очень хорошо подходит. Я его люблю использовать в качестве ночного. Отлично. Здорово. Да, он без масел, без комедогенных компонентов, для проблем на коже самое то. Так, следующее. Наконец-то средство для лица, то что-то всё для тела, для волос. Сыворотка Биленда. У меня такая была. Кажется. А, нет, это витамин С. У меня была с кислотами, она мне вообще не понравилась. Мне не понравилось там всё, кроме упаковки. Упаковка очень добротная, с толстого стекла, прям тяжёлая-тяжёлая. Ей можно бить и убивать людей. Да, на самом деле в том же лейтуале не каждая косметика, которая стоит тысячи и тысячи, имеет вот такую упаковку, потому что очень часто приносишь домой, а там пластик. Да, такой пластик. Четыре тысячи, и ты такой... А здесь прям очень тяжёлое стекло, оно прям тяжёлое. Она... Ты можешь её попробовать? Она такая прям нарочито... Как будто бы... Как гиалуронка, то есть она очень такая... Как это называется? Как? Стики. А, а... Липкая. Стики. Она очень липкая, да. Она очень стики. Очень-очень аффориабл. Да, но мне очень нравится. Опять же, я не положила крем под глаза, ничего такого, потому что, в общем-то, я могу обойти без него, используя обычные уходовые средства для лица. Ну да. Я тоже его не стала класть, крем для кожи вокруг глаз, потому что... Это вот прям optional. Ну да, это прям совсем optional. Тот же крем, который показывали до этого, я наношу под глаза, и всё нормально. Да, вполне. Ну, она пахнет, кстати, так же, как сыворотка была, которая у меня, да. Да, приятненько. Ну так, слегка медицинский запах. И, не знаю, та сыворотка, которая пользовалась, у неё вызвала очень много мелких воспалений. Они были именно не прыщи, это были какая-то сыпь, скорее. Вот. Это неприятно. Нет, у меня пока всё в порядке. Они как напоминают мелкие волдырики больше. Мне вот этот момент очень не понравился. О, я что-то нашла, что-то интересное. Осторожно, крышка падает. Это дыхание Господа. Господа Бога нашего. Горилла, перфин. Да, это лашевский. Ну, понятно, но... Это просто... Парфюм. Я обязательно решил положить парфюм, потому что, как бы, на необитаемом острове это первейшая вещь. Пахнуть нужно хорошо. Пахнуть и выглядеть нужно хорошо в любой ситуации. Чтобы, когда акула собрала себе пожрать, да, она такая, о, господи, какой раз замки. Аромат Чудли, я очень люблю такие резкие ароматы какого-нибудь сандала такого, чтобы прям зашёл в помещение и всех просто наповал. Но летом, да, всё-таки я берегу людей и стараюсь им не пользоваться. Я решил не беречь людей сегодня. Ах ты, стерва. Давай смейте дальше. Так, что у тебя здесь есть? О, кстати, я хотел такой купить крем. Гибридером коллаген. Моложа, ты молодец. Ну так. Ты молодишься. Пусть зрители скажут, а молодилась леска. Я хочу посмончить. Посмончи. Он приятненький. Я его наношу перед нанесением макияжа. То есть, обычно перед макияжем, да, я наношу лёгенький кремчик какой-нибудь. Без запаха, да? Да, почти. А, поэтому я его хотел купить. Слушай, я его куплю, по-моему, попробуй. Вполне хороший крем, на мой взгляд. Так, я хочу сказать, упаковка неудобна тем, что остаётся на дне очень много, прям очень много. Остаётся на дне, но завтра уже не собирает. Вам приходится оттуда вот колупать. Это всё, и всё равно ещё вы доколупаете оттуда. Это прям не очень, на самом деле. Но вообще интересный крем, да. Следующая. О, я достала SPF. Как могло бы в этом видео... А где твой SPF? Да, ума. На необитаемом возрасте, я воспользуюсь твоей. На необитаемом... И да х***ю ещё. По-моему, меня с кормят тамакулом, скорее. А, вот. Ну, опять же, я думаю, ссылочку вам оставят на это видео, где есть обзор на этот SPF. Но я пока посвочу, потому что, ну, как. Ну, он прям, знаешь, такой кукольный корейский. Он прям как такой белый танак почти. Ну, я правда сейчас сижу в нём, и он сливается в коже очень хорошо. Он не перекрывает никакие недостатки, естественно. Да, я бы не сказала, что он белый, да. Но он немножко, чуть-чуть вот так вот выбеливается. Нет, на мой взгляд, он неплохо. Да, хороший. Он не липкий. Я, кстати, в том видео отдал ему первое место. Лёгкий, приятный такой у него запах. Да, интересно. 70 миллилитров. Окей. Хорошо, давай ты, следующая. Так. У тебя ещё много осталось? И тут я вижу... О-о-о-о. О-о-о. 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 О-о-о-о. О-о-о. О-о-о-о. Большая. Но они реально работают. Питательная маска с персиком у них прямо очень классная. Запах у неё приятный, если вы переносите отдушки в косметике. И ещё у них есть маска с глиной, по-моему, была и лимоном. У неё отвратительный запах туалетного утёнка. И... Но, но, но... Но потом... Она почищает поры. Ну, по крайней мере, чёрные точки нас слегка отбеливает. Как бы, ну, за 40 рублей что от неё ещё надо. Ну, ладно, уже за 70. Опять же, вот такие маски я использую обычно утром, когда наношу масочку и патчи. Это вот повседневный ритуал, без которого, ну, короче, ничего не выйдет. Далее. У меня осталось, кажется, всего два компонента. И это что-то корейское. Это умывалка. Да, это умывалка. Это, да. Глубокая очищающая пенка. Он называется пукан-юль. Пукан-юль. Это пукан. Если вы не видели пукан, вот он, да. Вообще, он без одушки, но он пахнет извёздкой. Он пахнет, да. Он сильно очень пахнет извёздкой. Но мне он нравится, потому что он просто хорошо работает и пахнет извёздкой. И запах извёздки. Он, кстати, low pH. Короче, он натуральный pH кожи, поэтому он не сушит. И вот это очень классно. Хотя он очищает довольно хорошо. Почти до скрипа. Но не слишком до скрипа. Я не люблю пукан-юль, когда до скрипа. Это прям нехорошо. Это нехорошо. Но он, знаешь, на грани. На допустимой грани скрипа. Тарелочка уже чистая. Короче, у меня там стоит трюмывалка. Но я решила выбрать именно эту. Единственное, что как бы она стоит 800 или 900 рублей. И там 150 миллилитров. Кстати, там, по-моему, 100 миллилитров. 100 миллилитров, да. 100 миллилитров. А упаковка как на 150 или на 200. То есть, когда вы его покупаете, у вас сразу полупаковки только в нём. Это очень странное решение. Это как чипсы какие-то. Да. Да, я тоже решил достать умывалку. Это фреш-джус, биленда. И скажи мне что-нибудь о нём, потому что я вообще ничего не знаю. Ну, во-первых, я, наверное, купила себе сразу штуки. Три от биленда разных вкусов. Можно говорить вкусов? Нет. Запахов. Ароматов. Вот, да, ароматов. Вот, несмотря на такую реакцию, когда ты умываешься, он так сильно не отдаёт. Умывает, но не до скрипа, но при этом кожа очень чистая. Потому что раньше я пользовалась корейскими умывалками. Они были одно время очень популярны. И вот действительно бы умывала до скрипа, но через полушадка жирная хари. Ну, короче, когда вот сначала до скрипа, потом жирная хари, значит, средство очень жёсткое для вашей кожи. И, кстати, многие корейские средства очищают до скрипа. Да. Мне это не очень нравится. Очень многие, поэтому я перешла вот на такие умывалки, как биленда. Такой запах меня победил, честно говоря. Ну, когда умываешься, он... У вас салициловый здесь есть, да? В смысле, кислота салициловый. Прикольно. Идём далее. Кажется, у меня осталась одна всего штучка. О, это же The Ordinary. Это сыворотка с витамином С, правильно? Да. Я полезу сюда своими пальцами. О, она такая прям максимально аптечная. Ну, да, в Ордinary, в общем, максимально аптечная это производит. Она пахнет плесенью. Странные запахи, да? Вы заметили? То есть, ему не нравится, что у меня сильно пахнет... В чем у нас пахла биленда? Цитрусом, да? А тут запах... У меня такой цитрус, для чистки витаза. Сыворотки, конопли, что это? Плесень. Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймёшь. Нанеси это на своё лицо. Да, это была отдушка, а всё остальное без отдушек. К сожалению, средства без отдушек, они всё ещё... Пахнут плесенью. Они всё ещё пахнут, и это запах не всегда приятный. Нет, ну, она работает, расскажи, пожалуйста. Да, она работает. Я люблю сыворотки с витамином С и на утро, и на вечер. Вообще, я обожаю всё с витамином С. Потому что у меня пигментация, они помогают с пигментацией, они работают. Некоторые, правда, могут щипать довольно сильно. Вот это не щипет этот вариант от The Ordinary. И после него такая кожа какая-то такая напитанная, что ли. Прям классно. Мне очень нравится сыворотки с витамином С, да. Да, ты чувствуешь себя отдохнувшим, выспавшимся, и как будто тебе не тридцать. Как будто тебе не четвёртый десяток. У меня тут какое-то... Это декоративное средство? Нет, это уход, это масло. Тут очень залипательная сама штучка. Я боюсь, что если я сейчас вынула, так... Пух, струёй. Нет, но она не будет. Она очень деликатная. Это масло для губ. А почему такой дозатор прям так тяжело достается? Я не знаю, я не знаю. Сейчас я попробую его. Но тем не менее, без масла для губ или без бальзама, там есть бальзам на замену, да, не обойтись вообще. То есть я проживу без помад, без чего-либо, но без бальзама или масла для губ мне не выжечь. И там всё, бальзам для губ, в принципе. А, да-да, ещё, ещё бальзам. Слушай, ну паё, это... Это дорого. Это дорого. То есть... Вкусно хоть пахнет? Нет, он никак не пахнет совершенно. Он такой достаточно плотный. Нет, пахнет! Он пахнет! Что-то зачесалась у меня бровь. Нет, что-то персиково в нём есть. Мне кажется? Да. Что-то будто персик прям. А, да, чуть-чуть есть. Ну вот! В глаз, чувак. Но он очень хорошо расходуется, то есть его также нужно совсем чуть-чуть и надолго достаточно увлажняет. Слушай, ну я такие аппликаторы, кстати, не люблю. Я в итоге имею вот этот губной, губёшный аппликатор, который предполагается, что его вот так вот. Он мне не нравится, потому что у него вокруг всё это в аппликаторе скапливается, и потом оно всё вот это вот. Я поэтому выдавливал на палец, и как и с тюбиком обычно пользуюсь. Я вот так. Ну на этом, наверное, на сегодня всё. Итак, видео уже вышло очень длинное. Вот такая косметичка минималисты, что видео на полчаса с разбором, да? Да, пишите, что бы вы оставили в своей косметичке, без чего бы вы совершенно не могли обойтись. Будет, я думаю, интересно обсудить, для кого что важно, кто чему больше уделяет внимание. Вот прям ваш минимальный набор средств, напишите в комментариях, вот прям один комментарий, один набор средств. Да, мой минимальный набор, как вы видели, умещается в чемодан маленький. На необитаемый остров, вот что бы вы взяли? Да, что бы вы хотели, чтобы акула в последний раз увидела? Три масла для волос, да? Три масла для волос, или чтобы от вас пахло очень вкусно? Не, акула должна... А вдруг их, кстати, в моей духе отпугнут? Может быть. Людей они иногда отпугнут. Я такая, фу, бюджет. Отстой! Да. Ну ладно, всем большое спасибо за внимание. И что? Пока-пока. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео.